Всем привет! Сегодня пару слов про такую тему, очень наболевшую, злободневную для некоторых людей, которые постоянно откладывают что-то на потом, у них нет энергии для каких-то дел. И в связи с этим у людей возникают различные внутренние конфликты, внутренние напряжения, связанные с тем, что они себя ругают за то, что они чего-то не делают, за то, что они не выполняют обещания, данные себе и так далее, и так далее. То есть в двух словах это лень, прокрастинация, внутренний конфликт и отсутствие энергии. Итак, поехали. Если мы постоянно откладываем какое-то дело или нам лень что-то делать, скорее всего у нас нет энергии для этого. Наверняка есть какая-то причина, почему наш организм, почему наш мозг блокирует энергию, блокирует наше желание что-то делать. Скорее всего, как один из вариантов, например, мы знаем, что мы должны что-то сделать, и вот это вот надо сделать, оно исходит как раз из позиции должен, надо, обязан и так далее. То есть когда мы собираемся что-то делать, что идет в разрез с действительно нашими интересами, когда мы вынуждены что-то делать из-за того, что мы поставлены в какое-то неловкое положение, естественно у нас включается определенное сопротивление, естественно у нас включается внутренний конфликт, когда вот то самое быть или не быть, и у нас очень много энергии сливается как раз на сомнения. То есть если мы сомневаемся делать или не делать, надо это нам или не надо, и очень долго в этом состоянии сомнения или внутреннего конфликта находимся, то сливается огромное количество энергии. Естественно, что когда нет энергии, то мозг не может выделить какой-то дополнительный ресурс, потому что он не совсем понимает, а ему это зачем. То есть если нету некого внутреннего единства, некой внутренней гармонии, связанной с тем, что мне делать, то скорее всего энергия будет блокироваться. Конечно же можно сказать, что бывают такие безвыходные ситуации, когда я должен что-то сделать там, например, по работе, или мне нужно срочно там в срок что-то там закончить и так далее, а у меня включается апатия, я не хочу ничего делать, у меня нету никакого там творческого подъема и так далее, и так далее, то скорее всего есть какая-то истинная причина. Как один из вариантов мы, например, иногда ищем какие-то пути, скажем, не самые экологичные с точки зрения наших ценностей, с точки зрения наших взглядов на жизнь. И естественно мозг это понимает и начинает эту всю историю блокировать. То есть если мы, так сказать, наступаем себе на горло в угоду каким-то сиюминутным результатам, то мозг моментально на эту историю реагирует и начинает эту тему блокировать. То есть либо нам нужно отказаться от задачи, либо нам нужно поискать такие пути разрешения ситуации, которые вызовут у нас подъем, которые вызовут у нас энтузиазм, то есть энергия будет, как говорится, течь без помех и без преград. Тогда у нас есть энергия, тогда мы все делаем с удовольствием и так далее. Простой пример. Посмотрите на детей, на маленьких детей 4-5 лет, как они, например, играются в песочницы, как они там играют машинками, совочками, куклами и так далее. То есть их не надо заставлять делать то, что делать естественно. Что любит делать ребенок? Ребенок любит играть, развлекаться, то есть то, что будет интересно, то, что ему будет делать легко, потому что это естественно, потому что от этого он получает какой-то драйв, удовольствие и так далее. И представьте себе, допустим, если вы просите ребенка, например, заняться каким-то скучным делом, предположим, убрать в квартире или вынести мусор, или еще какая-то история, которую делать не очень интересно с точки зрения банальности даже какой-то. Естественно, у ребенка включается сопротивление. Вот просто отслеживайте. Ваш внутренний ребенок хочет играть в ту игру, которую вы ему навязываете, или в него включается сопротивление. То есть если наш внутренний ребенок, нашему внутреннему ребенку неинтересно это, если у него включается саботаж, что это противоречит его принципам, если это противоречит вашим установкам, тогда, скорее всего, будет включаться и сопротивление, будет включаться лень и так далее. Например, если человек ходит на нелюбимую работу, то, скорее всего, ему будет на эту работу ходить лень. Если человек ходит на нелюбимую работу, то, скорее всего, инициативу выполнения каких-то заданий, И, ну, скорее всего, что тоже он будет это все делать без удовольствия. То есть там, где интерес, там, где определенный драйв, там нам и интересно действовать. Ну и, конечно же, момент срочности тоже не стоит отменять. Но если у нас включается прям сильное внутреннее сопротивление, ну что нам, вот, капец как не хочется делать. Скорее всего, наше бессознательное уже понимает, что либо это бессмысленно, либо это приведет к каким-то нежелательным последствиям. Поэтому включается та самая прокрастинация. Прежде всего, смотрите на свое внутреннее состояние. Находитесь ли вы в состоянии внутреннего конфликта? То есть, если внутренний конфликт или сомнение, куда сливается огромное количество энергии, скорее всего, нужно пересмотреть, а стоит ли это делать вообще, или, может быть, это стоит сделать иначе, или, может быть, это стоит действительно отложить, пересмотреть, не пришло время и так далее. Вот, наблюдайте, прежде всего, за своими внутренними откликами. На этом все.